Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 797. Событие дня. Откровение, 22 глава, 17 стих. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. За 18 февраля 2018 года. Вчера прощенный день был, прощенное воскресенье. Событий не было особо. Ну, литургия была, батюшка был здесь, собрание большое. А после там у нас, как всегда, трапезы и занятия. Ну, а потом уже здесь прошло у нас чин прощения. Все, и мы уже договорились пойти немного. Там человек 12 пришло. Покровский собор, где службу вел митрополит Сергий Иванников. И много священников было. Тут мы засняли, два ролика поставили, как подходим ко кресту и наружу. Все было очень хорошо, но пришли домой. А тут сообщение, что в Моздоке на выходе из храма безумец один расстрелял людей. Девять человек убитые и тяжело ранены. Некоторые там же скончались. Но мы за них помолились, за упокой души. Дальше. Валентина Стартисон пишет. Для нас, находящихся в рассеянии, трудно не оценить значение в нашей жизни интернета. Это Германия, она пишет. Русские люди. Где бы мы сейчас были и что бы имели, не будь его. Боюсь даже себе представить это. Низкие поклоны и благодарения всем трудящимся на этом поприще. Аллилуйя. Ну, в первую очередь помолиться за Тим Бернер Стали, Тимофей. За телефоном Мартин Купер. Мы молимся каждый день об этом. Артур Алёхин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хочу предложить вам свое видео на тему последних событий с романом. Я у себя его размещать не буду. Если вам понравится, можете скачать и разместить. Ссылка идет. Саид Олекс пишет. Да, это радостно, что Игнатий Тихонович правильно говорит о мощах и их захоронении. Аминь. Сергей Игнатов. Христос посреди нас. Есть и будет. Господь говорил своим ученикам, что не попросите у моего Отца во имя Мое, то будет вам. Господь слушает молитвы праведников, но и не отвергает искренней покаянной молитвы грешников. Ставших на путь Господень, как благоразумный разбойник на Голгофе. У Бога все живые. Что слушал Господь праведников при их земной жизни, то и после окончания земного поприща слушает их, хотя и не всегда выполняет просимое. В Святом Писании находим мы такие слова Господа Бога, когда в ответ на молитвенное прошение праведника он отвечает, что не пощадит и не помилует. Последнее тоже есть проявление Божьей премудрости, ибо он знает, что нужно делать для вразумления и спасения души грешника. Православные христиане, как никогда, часто обращаются за помощью к святым, особенно перешедших от жизни земной временной к жизни вечной, ожидая от них помощь в их земных нуждах. Но всегда ли они осознают, что не от них, а через них люди получают Божью благодать? То есть не по заслугам человека, а по милосердию Бога? Вот какому источнику, подателю наших земных благ, здоровья, счастья, нужно воздавать благодарение и славу в личных молитвах ко Господу и во общей молитве верующих на Божественной Литургии. Моляясь перед зеримым телесными очами, образу Спасителя, на иконе или изваянию на Голговском кресте, мы устремляем свой ум к Его первообразу. Истинное поклонение Богу, говорил Иисус Христос в Самарянке, в духе и истине именно таких поклонников Отец ищет себе. Говоря об отношении к своему Божественному телу, Он возвестил через ангела с женом-мироносицем, пришедшим ко гробу Гос Господнему, что Его здесь нет. А люди как бы не внемлют этому глазу и по-прежнему стремляют стопы своих ног к месту захоронения воскресшего тела Иисуса Христа. А Он завещал нам Его потреблять на Божественной Литургии в преобразованном виде хлеба и вина. Души умерших святых и нашей Спасительницы, Девы Марии, Матери Христовой, Богородицы, имеют дерзновение предстоять пред Господом и ходатайствовать за нас по нашим к ним обращениям. Для того, чтобы быть услышанным святым, вовсе не обязательно быть у Его трупа, тела, покойного, мощей и останков. Ибо Его души там нет, как нет Господа Иисуса Христа во гробе, куда Он был положен после крестной смерти во оставление грехов, погибшего человечества и жизнь вечную. В свою молитву прощения и благодарения мы направляем к первообразу Христа Спасителя и Его земной, причистой Матери Деви Марии, которых созерцаем на иконах. Также молимся и святым угодникам Божиим. Мы молимся в духе за наших усопших сродников по плоти и ближних и бережно ухаживаем за могилами, где положены их умершие тела, прах, трупы, но не души. Из праха земли мы сотворены в прах и превратимся по скончанию своей земной жизни. Нужно ли святым, чтобы быть, услышать наши прощения, прикоснуться к их праху мощам, приехав к их одру, склепу, раки с останками, выстоять очередь? Этого ли они от нас ждут? Этого ли желал от нас когда-либо Господь? В святых писаниях всего этого нет, и об этом надо смело и мужественно проповедовать, как наш наставник и учитель во Христе, во свете Библии. И не бояться, что церковные бизнесмены, получающие денежные потоки от паломничества православных христиан к мощам, останкам, праху, трупам святых угодников, оклеветают тебя в непочитании святых. Это мой ответ Евгений Трапко о его страхе быть уличенным в умнивом иеретичестве, рассуждая, как Игнатий Тихонович Лапкин о такой форме почитания тел умерших праведников, как их почетное захоронение по слову Бога Отца Человеку, что из праха он сотворен и в прах земли отыдет. Валентина Сартисон Мир всем! На литургии хорошо, когда ты молишься, а не служишь, поешь на клиросе или имеешь какое-то другое поручение. У меня сейчас поручение готовить и выносить запивку и следить за свечками. Сильно отвлекает. Благодарение Господу от клироса я отошла. Более всего мешают свечки. Особенно боюсь греков. Они, приходя с опозданием, горстями лепят их, а те, поджигая, друг друга валятся. Мне хорошо понятно, как важна тишина в храме во время молитвы. Такое я испытывала, молясь в Барнауле на Ползунова-6 и в Потеряевке. Ох, не зря Игнатий Тихонович так сильно ратует за дисциплину в храме. Это дорогого стоит. У нас так. В начале литургии стоят в храме около десятка человек, а к предшествию уже набивается полное помещение. И все, приходя, норовят свечку воткнуть, да икону боднуть. А литургия тем временем идет своим чередом. Замечания делать нельзя у нас, не принято. Всех надо, в кавычках, любить. Вот такая повсеместная беда во всех наших храмах. Многие, вижу, приходят в храм не для Иисуса, а ради хлеба-куса. Да и это не возобраняется, если бы в дальнейшем народ научался и, возрастая, оставался у ног Христа. Но знаю таких, которые многими годами, посещая богослужение, на шее имеют крестик, а в душе нолик. Празднуют день Святого Валентина и на поминки ставят на стол стакан с вином. Святого, в кавычках, Валентина и на поминки ставят на стол стакан с вином. Такое я обнаружил у себя в храме на панихидном столике. Случается, когда иконы бывают запачканы губной помадой. Господи, помилуй! Виталий Калиников, Валентина с Артисом. Даша перечисляет, что она сказала. Вот это все обнаружила себя в храме. Это запачканная губной помада. Это он все почему-то повторил. Ну и тут добавлено, какой поп, такой приход. Да. Истинно так, большинством в приходе рулит поп. Виталий Калиников. У попа такса от епископа, и ее нужно отдавать. Поэтому, цитата, Добро пожаловать, захожане-прихожане! Свечечки, записочки и другую утварь покупайте приз на его веки веков. Знаем, что не гнушается и требами, и таинствами торговать. Это задача номер один для бедного попа, который, по сути, на счетчик поставлен. И его эффективность, прежде всего, по этому критерию, оценивается вышестоящим начальством. Такова чудовищная реальность. Виталий Калиников. Знаем, что не гнушается и требами, и таинствами торговать. А если еще и мощи заимеешь, тогда ты, как в шоколаде, как в миру говорят. Популярность храма в разы возрастает. И владыка по головке погладит за это. Это задача номер один для бедного попа, который, по сути, на счетчик поставлен. И его эффективность, прежде всего, по этому критерию, оценивается вышестоящим начальством. Такова чудовищная реальность. Но есть и исключения из правил. Слава Богу! Валентина Сортисон. У нас свечки, записки, просфоры бесплатно. Торговли в храме нет. Книги покупают в трапезной. И похожие отчисления в епархии не ведутся. Слушая отчеты казначея, я не заметил от такой статьи расходов. А в остальном, как у всех. Как у всех. Я сужу о практике в России. Общался со священниками. Тогда непонятно, зачем броновское движение создавать во время службы. Калиника, может быть. Сергей Попков. Занятия не будет до пятницы. Ну, потому что четыре дня подряд Андрея Критского, как раз в то время, в шести часов, когда начинали занятия по скайпу. Валентина Сартисон, Ольга Симоненко. У меня так не получится. Мне некому перепоручить это дело. Старшей сестры у нас нет. И ликбез по поводу цели возжигания свечей никто проводить не будет, так как главный смысл благослужения у наших прихожан зажигать свечи. Интересно, вот отец Владимир Головин про это объясняет, говорит, какая польза от свечей, говорит. Ну, это есть, говорит, польза. Потому что они быстро коптятся иконы, и кто там будет их чистить, иконы там, ну, что-то по ней получает. Работу дают. А так свечи нигде они, ни в Писании, нигде нет. Они ничего не могут дать. Как кошка, раз и все там. Сама открыла, лапами и куда. А большая мать не может. Давай. Попробуй-ка, бери у них эту игрушку. Игрушка, это свечи, это игрушка. А просто так бросить и отойти я не могу. Не смогу. Не смогу. Прям не знаю, как мне поступить правильно. Уйди, Валентина, уйди сразу. Никого не слушай. Шагнула в сторону, и все. Стой с толпом. Но я еще не пробовала молиться об этом. Спаси Христос. А что туда молиться-то? Благослови Господи. Шаг в сторону, и отошла, и замолкну. Тебя еще в руки будут свечки толкать. Хотела бы попросить вас, Ольга, отправить мне ссылку на объяснение цели возжигания свечей. Нет. Ну, маленько теплее будет. Все-таки горят они там. Никакой нету. Совершенно никакой. Ну, привычка. Тем более, нечистые свечи. Вонючие, софринские. Они должны быть чисто восковые, не грамма примеси. Саид Олекс пишет. И мне тоже вышлите о свечах? Пошло дело. Евгений Трабко. Указывает где-то. Евгений Евтушенко Сергей. Сектант пытается выехать на популярные ныне теми советов. Вызывает жалость. Не более. Важно. В Дагестане неизвестный расстрелял идущих из храма. Девять человек убиты, ранены. Вот ссылка идет. Ну, вот так. Что могли, показали. Сегодня меня спрашивала Екатерина Тинникова. Как у вас тут Андрея Критского. Я набрал, что у нас есть, как исполняется. И отдельно на форуме. Ну, и на Ютубе. Мы как записывать вряд ли уже будем. Все записано это было. Ну, вот и события дня. Показать наши ресурсы. Это вот любимый мой, мой мир. Очень удобный. Очень. Некоторые даже не понимают, как контактами сравнивают. Даже сравнивают нечего. Здесь развернутая панорама. Пожалуй, друзья, фото, анкеты, видео, музыка, группа игр. Это все пустое. Это все ставишь как это. И каждый день сюда переношу. И плейлисты. Ну, все обдумываю. Но для меня самое главное, что я могу свой материал одновременно послать. Да, это было одновременно на 10 тысяч человек. Ну, нету ни у какой системы этого. А вы не отняли это теперь, право. Сейчас по одному где-то. Да еще если больше трех раз, и там ссылка на интернет, она начинает уже тебе трепать. Назови цифры там кривые. А если назвал, и все-таки идешь дальше, она у тебя отключит, и все. Система работает как надо. Вот теперь я вот об избавлении Василия от морозов. Сергей, у меня сидит тут вот сегодня проповеди. Выставляю от Калинников Виталия с Сергеем Козловым. Обо мне беседуют события, архипелаг, гулаг, добротолюбие, Иоанна Златооста из Библии, жития святых, вот, собрание после богослужения, прощенное воскресенье. Вот сколько роликов. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну умолчания. И вот, видишь, Надежда Васильевна улыбается, стоит. Я тут не попал даже. И архиерея. Все, вот она где. А тут... Ну и тут ко кресту прощено в воскресенье мы идем. А здесь мы чин прощения перед великим постом у нас был. Ну, а здесь написали, что тут. Хронология одного предательства. Вот, это маленький ролик, но можно показать его. Посмотри, как оно здесь. Это в моем мире уже. Наверное, тут хуже. Да лучше на Ютубе включить. Ну, а на Ютубе, конечно. На Ютубе показать, что тут и как. КОНЕЦ Что я за вас? Второе сейчас, покормить надо А то у нас, смотри, поднимем, я картошку пеп на педе Ну, как Господь сделал? Я-то должен был другой машиной по мне ехать А когда я проехал сейчас в Урал Я понял, что я бы там ее на Урале оставил Ну, на что я отвечал, что вам, конечно, трудно понять А мне трудно вам объяснить, потому что вы не понимаете, что такое вера истина Когда ты всю жизнь свою отдаешь уроки Господу Иисуса Христа И ты живешь совсем по-другому Абсолютно, это трудно объяснить Вот какой-то сектор попал Езжай, забирай его оттуда Говорят, какой сектор, ты ничего не понимаешь Все остальное, что скажут, там, сектор, не сектор Меня-то вообще не понимает, как мы это несут Кому надо, он услышит по-любому Человек, который ищет в душе Попияй, а я, помню, попияй, а я услышал, и все У меня сразу все расстрелилось И я вот ничего не слышал, я только вот это хотел Голос Вопросов у меня таких, мы всем доволен Слава Христу за все Вы пришли к Игнатию Тихоновичу, братья, понимаете? А я пришел к Господу своему Иисусу Христу И я смотрю выше Игнатия Тихоновича Вот что делал, понимаешь? Другому я говорю, за что думает Я не боюсь Ты боишься, Игнатия Тихоновича Голица 18 Я жил с ним ни разу 18 раз, но не войдет, я видел Понимаете? Не суй, не суй Ты же суй Да я говорю правду, при чем здесь суй Да, ты уже не отвечаешь, ты правду Да, ну вас, ты только куда меня не упихиваешь И в локсе меня, и в осуждении уже Это я утро готовил вам пищу, потому что у меня было времени А я вчера готовил Да я сказал, иди готов Ты не съел вкус соли, который ясный Понимаешь? Понимаешь? Ну я что, виноват, что я вижу, что делал, что делал Это Господь, так это вообще не мое Это у меня появилось пять лет назад А как это появилось с тобой, расскажи Ну вот так, у меня прозрение произошло То есть я действительно, у меня открылись глаза И я хотел видеть методом В интернете Есть очень много информации о том, что земля наша не глобус, как нас учил в школе А что она плоская, не вращается вокруг своей оси Проблинающий меня, Господи, лежающих, склоняющих, мне прости, Господи Субтитры создавал DimaTorzok Понятно Как было и как есть Просто никакой причины не было Это ему так, а ничего Как раз заметили Батюшка говорит Как раз перед выборами Только что президент подал на то, что Путин будет Он сразу поднялся Это с этим связано все-таки И он уже там поднимался Никита тоже А я внимания не обращал Ну только делов Сказал и сказал Нет Теперь я вижу это то, что перехлестало у нее И все говорят Смотрите, какие у него бешеные глаза Он же шизофреник Его в больницу надо сдавать Ну а признаки шизофрении Он ни от чего не может отстать Ну теперь все, уже помолились Теперь ничего не надо И он не понимает даже, что это награду готовит Награду Радуйтесь и веселитесь Когда имя ваше понесут как неводно Его приняли Он к нам приехал Все У него благодарности никакой нету Что ему разрешили А тот говорит Что ты там создать Игнатий Да против Игнатия какие люди боролись Где они Никого нету И тебя через год никто не вспомнит Ему говорят Что ты создашь Когда собственные две жены И тех Ни одна с тобой нету Старая, молодая Ребенок там маленький Совсем у той У него мира то нигде ни с кем нету И не может быть Как это? Нет мира нечестивому Но они как прах Развитаемый ветром Как уличная грязь Ничего нельзя сделать И тут Я ему не хозяин И он делает сейчас Батюшки не покоряются Никому В собрании как Но это реально Горется При последнем издыхании Очень жаль Для меня это очень Непросто Ну что Только да будет воля Господня Это и что ничем Это кончилось Да оно уже кончилось Это так уже Мертвое трепыхание Страха никакого нет Божия Совсем нету И веры то никакой нет Я теперь вижу Он не верующий Если бы верующий был Он бы писание смотрел Он сейчас создает ролики Мои книги берет Но если в моих книгах И я это напечатал Значит я маленько видел Что Вредно это или не вредно А он сейчас выковыривается Ну раза два-три Одно и тоже повторять Ты не будешь Да ничего больше нету Я вот ежедневно Выставляю 10 роликов Да какие И Златоуста И Библии У него нет ничего Ну то есть Это абсолютно разные Наши категории Весовые Там еще и нету Ну вот сейчас Если смотреть Мы увидим Это что Сегодня только И жития И проповедь Вот я выставил Беседы Здесь Златоуста Библия Насчитана Архипелагу Благ Добротолюбие Встреча в храме У него ничего нету Он сидит в бункере один Беда Как бы еще он не сделал С собой Потому что сейчас В церкви молятся Батюшка говорит Я приглашу его Скажу У нас тут ничего нет Патриарха имя не поминается Он умирает от этого Была ненависть Бесовская Против патриарха Ну а кто такой Ну ничего нет в жизни Это одна погонь была Он ничего нет Мы волшебники там с ним И связанный блуд Только одной В злохожную душу Премудрость не войдет А он теперь Везде пытается показать Что он провеет Всю церковь И славика там Это вообще Баркульского Самая ложь Где есть Он на него натыкается И сразу глотает Почему Потому что Не он делает Дух лжи А он только Его коробушка Тело его Как сосуд Для сатаны И он еще не понимает Никого не видит Не слышит Как помочь Никак Это приговор Вчера говорит Ну все таки молитесь Может быть как-то Ну может быть конечно Но я не верю У меня веры нет Я просто молюсь Так это требует Господь повелевает Молиться за гонящих вас Там презирающих Но что он покается Это невозможно Я говорю Почему Потому что не он Он одержимый Может быть легионом Этих демонов Ну и вот еще у нас Православный Библейский сайт Большой тут Вопросы Ответы По Библии Он же ни одного ответа Тут знаете На 4124 Вопросы Я в университетах отвечу А он ни на день Не ответит Ну с кем-то сражаться Это его просто нету Да он работать мог А то больше всех Да ничего там Больше всех Он не работал Больше всех Володя работал там Так сколько он там У нас работал Отпилил Где пришел Так это Не для нас делал Тарас ты житель-то Ты для меня-то Ничего не делал Для меня он Пальцы не пошевелил Нигде Для него работали Он там заливал Ребята Бетон делает Мешает у него Двое сразу Сразу Так это еще Уменьшает сколько А когда помогали Там деревья Валили Там всем табором Соединялись И сколько Убирали Тащили Я там работал И он Если так взять По времени-то Ну может быть раз в пять Он меньше работал Это делить-то надо На людей еще сколько Но не в этом дело Дело в том Что неправильное мнение Такое Для того чтобы Это неправды-то не было А как дальше Да что дальше-то Как Никак 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 Ну это просто невозможно Перед Богом все А он сейчас пойдет Примет гражданство Он пропишется Ну дай Бог Но я не верю Ни во что это Я просто не верю Тут другой замысел Специально заслали Человека К этой Помешанной Украины И тут он все это Вытворяет Ну это Даже говорит Оно не начавшись Кончится Екатерина Запрашивали ее Адрес Нашел Ну и теперь Вопросы и ответы Вот у нас Тема Грех Из этой папки Беру по одному вопросу Вопрос 1537 6 том Открытым оком Исход 21.6 То пусть Господин его Приведет его Пред Богов И поставит его К двери Или Косяку И проколит ему Господин его Ухо Шилом И он Останется Рабом его Вечно Из-за жены Женщина его Закабалила В рабах Была Понравилась И все Как Ну как Скотину Клеймет Не предупреждает Ли Господь Модниц А теперь уже И модника Века сего Носящих Серьги По наущению Некого Кавычка Господина О вечном Порабощении Греху Это мне вопрос Такой большой Задали А я отвечаю Ответ В кафедре На университете Никогда Не слышал И не читал Такого толкования В этом стихе Большая Плотская Любовь Остаться Самому И всему Своему роду В рабах Но Только бы Не расстаться С любимой Слово Вечно В этом стихе Настолько Необычно Что им пользуется И в других Случа Когда доказывают Конечность Вечных Мучений Если брать В образ Дырку в ушах То тогда Можно согласиться С предполагаемым Нами толкованием Но Ни одного Из святых отцов Этого не находил Сейчас Так питает Навец На ушах Разные порины Пни Рубчики Дырки Заслонки И вилки Есть Тело наше Есть храм Божий И потому Должно Быть Неповрежденным А серьги И прочее Это Дикость Языческой А не Духовного 1 Коринфянам 3.17 Если кто Разорит Храм Божий Того Покарает Бог Ибо Храм Божий Свят А этот Храм Вы Левитам 19.28 Ради Умершего Не делайте Нарезов На теле Вашем И не Накалывайте На себе Письмен Я Господь Бог Ваш Иван Златоуст Очень гневно Поясняет Это Пророчество Порока Исаия Исаия 3.16.23 И сказал Господь За то Что Дочери Сионы Надменны И ходят Подняв Шею И обольщая Взорами И выступают Величавою Поступью И гремят Цепочки На ногах А галит Господь Темя Дочерей Сиона И обнажит Господь Срамоту Их В той День Отнимет Господь Красивые Цепочки На ногах И звездочки И луночки И серьги И ожерелья И опахала У вясла И запястья И пояса И сосудцы С духами И привески Волшебные Перстни И кольца В носу Верхнюю Одежду И нижнюю И платки И кошельки Светлые Тонкие Япончи И повязки И покрывала И будет Вместо Благовония Зловония И вместо Пояса Будет Веревка И вместо Завитых Волос Плеж И вместо Широкой Япончи Узкое Вретище Вместо Красоты Клеймо Внешне Не приобретешь Красоту Ты еще Более Безобразнее Выглядишь Айфрин Написец Не поврежденные Бородой И усами Апостолы Усы Никогда Не отделялись От бороды А относительно Бороды Не раз Говорится Чтобы ее Не портить Левитам 19-27 Не стригите Головы Ваши Кругом И не порти Кругом Кругом И не порти Края Бороды Твоей Да И во время Причащения С ложечки Эту лжицу Священник Подает Далеко В рот Кусам Она Не прикасается Так что Поп Однозначно Блажит Но он Причащать Будет Всех Бритых Спорченной Бородой Он для того Заставляет Подрезать Усы Чтобы не была Видна Срамота Его Не было видно Как он Осрамил Себя Своим Подрезанием Чтобы все были Также Оскорнены Подрезанием Усов Снизу Берегите Душу Никогда Не тратьте Даже минуты На разбор Чужой Ядовитой Блевотины Не тратьтесь На то Чем занимается Кураев Откровение 24 Вам же И прочим Находящимся В Феатире Которые Не держат Сего учения И которые Не знают Так называемых Глубин Сатанинских Сказываю Что не наложу На вас Иного Бремени Стихотворение Самоизмышленная Вера Черноты Упрямство Дикого И жизнь В самохотении Заразные Ушли Под карантин Остались Четки Пост И храмовое Пение А что Что с несчастными Домашними Случилось Узнают Только те Кто к ним Сойдет С горы Преображения Где в кущах Дня не жили Внизу Беснуется В наркотиках С садом Идите К ним Сокрывшие Таланты Поправшие Заботу О несчастных Отдайте Даром Что у вас Бесплатно Создатель Ждет Всего А не Какой-то Части Народ Тупел Чернел И пропадал Не слыша Проповеди О Христе Иисусе Монастыри Страшнее Чем Кагал Изъяли Слово Все Уперлось В чувство А если бы Вдруг Кель распахнули Река Из проповедников По миру Разлилась То каждый Монастырь Бы превратился В улей А где Не тьмы То там Какая власть Монахи На заводах На полях В училищах По школам В институтах Татарин Каялся бы Обратился Лях Строя рыцарей Бы Развернуло Круто Неспутанные Скорби От семейных Уз Каких бы Гор Не своротили В пропасть Монахи Иноки Стучит К вам Иисус На благовестие Пойти Умильно Просит 12.01.2006 Года Игнатий Лапкин Сколько У нас ушло Время 36 Ну и все На этом Сегодня Благодарю Так Показать Вас надо Считал Никита Андреевич Колесников Сегодня Первый день Поста Благодарим Володя Со своим Компьютером Ну и один Слушатель У нас Надежда Васильевна Благодарная Молится За нас Когда мы Насчитываем Гликерия Это где Забрали Вот и все Все Продолжение следует...